У нас есть два человека на Киев, дорогая милиция, мы их, ну, там их шесть, мы вам их тоже подавали. Вот, два человека, Светогор замечательный, который смеется над милицией прежде всего, а вот кто над судьями, вот утром меня сбросили, ну, он живет, он Радужная 3Б, квартира 143, все знают, да, то есть он активно, его он содержит сайт, то есть этот сайт, он, ну, сейчас это главарь украинского блокхантера, раньше это была Россия, теперь они разделились, не поделили что-то, вот, финансируется это, естественно, он живет, вот его отец, вот его машина, все, пожалуйста, на всех у нас страницах он запущен. Кроме того, он открывает много дел против зоозащитников, он говорит, сейчас, и так и пишет, вот сегодня, вчера мы обсуждали это, он пишет, сейчас я нагну следующего зоозащитника. Значит, через три дня висит на сайте, некоторых уже висит, все досье, кто муж, где работает, прописки, все полностью данные, паспортные, налоговые, идентификационные, да, да, все, мы через минуту теряем бизнес и теряем все, вот, он, а он через полчаса смеется, говорит муж, он нагнули следующего. Теперь, вот, сейчас опять актуально, он пытается засудить, несколько зоозащитников смеется, сейчас я это правосудие нагну, и все хохочут, там сидят россияне и так далее, какие придурки, значит, у нас во власти. Вот, а я один такой умный, имея все данные, но имеет юридическое образование, поэтому нашим правоохранителям с ним довольно трудно, потому что он знает, что надо говорить и когда надо говорить, ну, сколько можно. Делал на него у каждой, вот такие пачки, уже есть делал от каждого зоозащитника официальных обращений, он активно говорит, я хочу убивать, вот у меня он видео снимает, я, вот живая собака, вот мертвая, смотрите, как она шевелится. Да, спасибо. Вот, то есть, это не тайна, у нас есть глобарь, и по Киеву, ну, все, да, он все известно, ну, неужели нельзя, там их шесть человек справятся, я, уже все данные, все есть, вот, дела все есть, наши заявления все есть, иначе зоозащитники просто сроки, вот, я думаю, что и присутствуют, да, видно? Да, да, присутствуют защитники, которым он грозит просто сроком, потому что террор трехлетний закончился, ее там, как я говорю. Я хочу тебе сказать, что, значит, на сегодняшний день, после отравлений, сейчас мне очень тяжело удается сдерживать людей, которые, там у нас есть, будем говорить, в забегаловке, которые, трехсменные, это для органов, земли прихватили, водкой торгуют в три смены, собирается непонятный криминалитет, поначалу убивали всех животных, сейчас там они что хотят, то и творят, это Левый берег, Днепровский район, могу вам сказать одно, люди настроены, мне уже очень тяжело сдерживать людей, потому что люди настроены поджоги делать. Извините за грубость лексики, пахан, их святогор, вот, это всем известно. Значит, вот передо мной очень много заявлений, которые поданы были мной лично, по фактам жестокого отравления массового в гидропарке, неоднократного, моих подопечных животных, о котором я, знаете, до сих пор не могу говорить без содрогания. Но в результате, значит, на все мои заявления мне даны ответы в том, что мне отказано в возбуждении уголовных дел по этим фактам. Значит, несмотря на то, что существует переписка электронная на сайте Докантера, который недвузначно, вот, люди признаются, причем в такой циничной форме, рассказывают, как это было, как это было подготовлено. Значит, подтверждение мы потом находим. Когда приходим и видим этих животных, которые уже умерли или которые еще мучаются в страшных муках, по несколько суток иногда. У меня есть фотографии, вот, я после последнего массового отравления в гидропарке, вот, на третьи и на четвертые сутки еще находила собак, которые с открытыми глазами, еще живые, висели на ветках, не могли двигаться. Я бы хотела, чтобы вы посмотрели эти фотографии. Вот, я бы хотела. Понимаете? Это раз. Но есть продолжение этому делу. Значит, мне поданы отказы на все мои заявления. Зато вот я держу сейчас в руках обвинувальный акт у криминального проведения за фактом вчинения Костенко Алины Володимировны криминального порушения, передбаченного частью 1 статтей 296 КК Украины, в котором меня извинувачивают в том, что я, перебивающий на телебочении, на записи программы про жизнь, проявила себя как хулиганка, значит, вчинила хулиганские действия против Святого Руа Олексея, маленького хлопчика, такого безобидного, знаете. Вот. Пришла такая тетя, зла, без причины, вот, и нахлестала его по облычу, будем так говорить, понимаете. Значит, хулиганство предусматривает собой, значит, беспричинное действие. Причина у меня была, я хочу разочаровать правоохранительные органы и следственные органы, которые вели это дело. Значит, следователь абсолютно не был мне подготовлен и не ознакомлен с делом. Значит, он вырвал из контекста передачи только момент, когда я прикасалась к Святогору, скажем так, вот, не учитывая причина следственных связей абсолютно, не зная даже, как называется передача, я задала следователю вопрос, вы знаете, как называлась передача, в которой мы снимались? Он сказал про житя, я говорю, нет, пожалуйста, а конкретно, как называлась тема передачи, на которой мы снимались? Он мне сказал про житя, я говорю, ну, я тогда уточню, потому что вы совсем не знакомы с этими материалами. Презвища слеча у вас нет? Конечно, презвища слеча нет. Це уколов Вячеслава, здається, Павлович. Ну, він был дуже пристрастный до мене, але без пристрастный до мене.